Каждый год в рождественскую неделю служители Свято-Успенского храма устраивают для юных жителей нашего района большой праздник. В этом году его смогли посетить по скромным подсчетам порядка трех тысяч белореченцев. Традиционно на рождественских елках при храме собирается огромное количество девчонок и мальчишек. Раньше не было возможности вместить всех желающих и только сейчас мечта организаторов этого мероприятия смогла осуществиться. В этот день в по-особому украшенном зале многофункционального спорткомплекса «Химик» собралось рекордное количество детей и взрослых. Наши храмы, добродетели, власть придержавшая и глава района, и глава города, и руководители всего дворца спорта радушно приняли нас для того, чтобы мы объялись в великое торжество и засвидетельствовали чистым сердцем, родшимся Богомладенцем, свою любовь и ревность. Благодатной вам помощи, благодатной тишины и полноты великого торжества, в котором мы с вами милостиво пребываем. Мир вам, дети, Божий благословенный. Позвольте вас поздравить с наступившим Рождеством, пожелать удачи в Новом году, крепкого вам здоровья, вашим семьям, близким. И поблагодарить от вашего имени, отца Николая, за ту большую общечеловеческую миссию, духовную, которую он несет, объединяя нас с вами. Рождественская елка – это самый светлый и чудесный праздник, так как он связан с детством, с рождением Богомладенца Христа. Волхвы шли долгой дорогой из восточной страны за Вифлеемской звездой, для того, чтобы принести Господу дары и возвестить, что родился Спаситель мира. Нынче младенец Христос народился, в добром сердце огонек засветился, чтобы у каждого сердца горел огонек, поспешим, Вифлеем, за звездой, путь недалек. Яркое, красочное, театрализованное представление со сценками, песнями и танцами для маленьких зрителей подготовили наставники и воспитанники воскресной школы, существующей при Святом Спинском храме. Они подошли к подготовке этого представления очень ответственно. Во время поста готовились духовно, шили костюмы и разучивали слова, чтобы каждый присутствующий смог ощутить эту особую атмосферу торжества и духовности, когда хочется творить добро и совершать хорошие поступки. Восковые свечечки ярко сияют, этим чудным вечером Бога прославляют, ярко сияют, ярко сияют и младенца прославляют. Мои ученики воскресной школы, мы репетировали, говорили стишки, репетировали танк мощи. Нам очень хотелось побыстрее показать всем ребятам города, как проводился этот праздник в древности. Очень красиво тут. Мне очень понравилось, как детки пеют. Этот добрый и по-семейному теплый праздник нашел отклик не только в душах детей, но и мам, пап, дедушек и бабушек. Они уверены, что такие рождественские елки имеют колоссальное значение. Спасибо большое. Дети получили, наверное, невероятные впечатления, потому что, конечно, такой праздник способствует росту духовности и творчеству, потому что много коллективов детских было задействовано. Я просто не ожидала, что в нашем городе может быть такая красивая сцена, такие нарядные участники. Все они были просто на одном дыхании, прошло все представление. Зал красивый, елка роскошная, атмосфера праздника объединяет весь город. Здесь есть дети, которым полгода есть, взрослые люди, бабушки и дедушки. Для меня этот праздник впервые. Мне, конечно, очень понравился, он очень яркий, интересный. Ну а после спектакля ребята по традиции поводили хороводы и поиграли в игры вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой у самой красивой в городе елки. А в завершение каждый ребенок получил сладкие подарки, приготовленные с любовью и заботой батюшка Свято-Успенского храма. Наталья Колесникова, Артем Кузьмин. События и люди. Субтитры создавал DimaTorzok